Всем привет, мои хорошие! Рада вас приветствовать в новой такой обстановочке. Мы с вами на кухонке. Забыла воду. Ребят, поспешишь, людей насмешишь. Посмотрите, что я сделала. Сломала бокал. Еще по осколке собрать. Извиняюсь за такое начало. Стаканчик сломался. Нужно еще подмести. Здесь не очень удачное место, видимо, для съемок. Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем кушать консервированные ананасы. И здесь немножко роллов осталось с прошлого видео. Буквально 2 часа назад я снимала для вас видео, и они остались. Посмотрите, какие они мусички, пусички. Я решила, почему бы нет, почему бы не доснять видео. Добавила еще ананас. О, знаете, такой необычный. Очень толстые кусочки. Ничего, я думаю, съем с удовольствием. Очень люблю консервированный ананас. Какое-то странно пахнет. Сегодня, как всегда, сняла для вас видео. Потом начала разбирать вещи. Что я собираюсь выбросить? Не знаю, в последнее время у меня прям руки чешутся. Я думаю, зачем хранить дома вещи, которые все равно не ношу, не используются. И сегодня дело дошло до техники. У меня есть микрофон. Который у меня очень давно. Наверное, лет 5 точно. Брат просто играл в КС. И тогда вот использовался этот микрофон. После этого вообще просто так лежит. Звук записывает очень-очень плохо. Зачем лежит, непонятно. И таких вещей очень много. Я решила снять для вас видео. Показал в Инстастори свой телефон. Которым я пользовалась в 11 классе. Это было как, блин. Я помню, что когда я была в 11 классе, только вышел айфон 6. И для всех это было прям вау. Уже был, по-моему, конец. То ли ноябрь. В общем, был 11 класс. И в то время, я вам так скажу, мало у кого были айфоны. А у кого-то вообще даже телефона не было. Родители специально не покупали, чтобы дети учились. Все-таки Интернет и все такое. Это очень отвлекает. Поэтому Поэтому у многих не было, кстати, телефонов. И у кого были, они Конечно же, не гуглили параграфы. Сидели в WhatsApp. В YouTube. Хотя, знаете, Как таковой зависимости от YouTube Тогда у меня не было. Тогда я могла бы посмотреть блогеров, А могла бы и не посмотреть. То есть Я к этому относилась как-то Ну, есть и есть. Нету и нету. Сейчас Это зависимость Сейчас я просто обожаю YouTube Я не только снимаю очень много Я постоянно что-то смотрю Честно, вот до карантина, да Я тоже особо так на улицу не выходила Вы, кто подписан на мой Instagram Вы видите, что большинство моих историй Они из дома. И как только начался карантин Мне так захотелось на улицу Я не знаю, с чем это связано Пойте я и так, и так сидела дома Что у меня поменялось Так Я на работу всего ходила На два раза в неделю Три раза в неделю Не больше трех раз У меня на работе всегда была возможность Работать дистанционно Я пользовалась этим Это не значит, что я дома ничего не делаю Это значит, что то же самое, что я делаю на работе Я просто делала дом Это реально очень удобно Вообще, я думаю, что после карантина Может быть, многие предприятия Они будут на постоянной основе Работать дистанционно На самом деле, сколько времени человек тратит В среднем на дорогу Ну, минимум, я думаю, полчаса туда Полчаса обратно Это получается час За этот час можно и поработать Но, знаете, не факт, что работник Действительно дома будет хорошо работать Прям трудиться и все дела Поэтому для его контроля Наверное, работодателю как-то выгоднее Чтобы он находился там Посмотрите, какой классный ролл Со всех сторон рыбка Когда твоя работа связана Именно с процентами с продаж То есть у тебя нету фиксированной заработной платы Вот тогда Ты трудишься во всем Приходишь домой Дома тоже пашешь Все-таки как ни крути Самый главный мотиватор Работника на работе работать Это зарплата Когда хорошая зарплата Человек и держится за работу И старается как-то Показать себя С хорошей стороны Начальству Вот, например, Шелли У нее небольшая зарплата Но перспективная работа То есть бухгалтерия и все такое И так как у нее небольшая зарплата Работодатели особо, знаете, к ней не придираются Рано отпускают Там поздно приходят Иногда не приходят Мне кажется Потому что это все должно учитываться А то, как некоторые работодатели Платят, не знаю, там 20 тысяч И постоянно у них там Надо остаться после работы Еще что-то Я считаю, что Если после работы работник остается Ему нужно выплачивать за это Дополнительные часы работы Посмотрите, какие толстые куски Очень Вот я часто покупала Консервированные ананасы Но настолько толстые куски Я вижу впервые Вкус, конечно, обалденный Просто как непривычно Когда я училась в универе Я хотела быстрее закончить И начать работать А сейчас я понимаю Зря я в процессе обучения Я не работала Вот если сейчас вы учитесь в универе Найдите какую-то работу Пусть даже не высокооплачиваемую Но перспективную Как вкусно Я реально сегодня роллов просто наелась Поэтому ананас для меня Находка просто Находка просто Маккаем А вообще я думаю, что без работы никак Особенно, когда мужчина не работает Постоянно, например, дома Или закончил универ И не может найти работу К примеру И вот сидит у родителей На шее Туда пойдет на работу Там, не знаю, поругается Со всеми Сюда пойдет Отсюда выгонят С такими мужчинами Мне кажется Невозможно строить серьезные отношения Потому что Завтра ты можешь остаться Без денег Без еды На него невозможно положиться У него подруги был парень Они были обручены даже уже И она как раз таки бросила его Из-за того, что Постоянно выпивает Постоянно с друзьями Только устроится на работу Через месяц Его там выгоняют Увольняют Казалось бы Это временные трудности Это мелочи Но на самом деле Это характеризует человека Не с лучшей стороны Поэтому мне кажется На такие вещи стоит обращать внимание В общем, я наелась, ребята Роллы так и не удалось доесть Потому что Я могу еще что-то съесть Но просто роллы мне надоели За сегодняшний день Потому что буквально 2 часа назад Вы, наверное, уже видели это видео На этом все Всем желаю приятного аппетита Удачного дня Всем